Считая, что у нас уже изобретены L0, L1, L2, L3, они у нас уже есть. Сумейте, так, кстати, сами исходные функции ABC, разумеется, у нас никто не отнимал. То есть мы уже больше не имеем права использовать отрицание, потому что отрицание мы используем в процессе изготовления вот этих вот L0, L1, L2, L2. Но сами ABC никто не отнимал, их использовать можно. Подсказка, это очень легко. Потому что совсем легко. L0 это функция, которая равна 0 на всех точках, кроме точки 0, 0, 0. А вот на точке 0, 0, 0 она равна 1. Прибавить ко всем значениям, понимаете, 1 плюс 1 это 2, поэтому она просто перестанет быть 3 функции. Нулева функция принимает только значение 0 и 1. Понятно. То есть вы еще не поняли, на самом деле, до конца условия. Вы не поняли, что происходит здесь. У вас есть функция, которая равна A, то есть единица, когда первая координата равна единице, и 0, когда первая координата равна 0. Подумайте, как ее можно использовать. И вообще, что такое функция, скажем, L1? Как это можно быстро объяснить? Где она равна единице, а где она равна 0? L1 равна единице, если среди координат будет только одна единица, правильно? Если больше 1 или меньше. А L2, когда равна единице? Когда среди координат ровно 2 единицы. Отлично. И как же через L записать функцию, которая равна единице на наборе 1, 0 и 0 на других наборах? 1, 1, 0 и L2. 1, 1, 0 предотвратит свой альфа. И это не правда. Нам запрещено применять отлицания. Отлицания уже были использованы, когда мы створили L. Понимаете? Мы уже их потратили. Они где-то там внутри, при изготовлении L, уже потратили. Как делать эти L? Это вопрос особый. Но как их сделать? А вот пока сделать более простую задачу. Предположить, что L уже струировали, есть электрический конструктор. То есть вы пытаетесь сделать компьютер. Вот, между прочим, господавы, многие из вас абсолютно не понимают, до какой же степени наука и техника, что называется, далеко от рванут. Ведь внутри несчастного мобильного телефона, который вы можете не знать, а в тротуар шмякнуть, скажут, что он не настолько красивый и так далее, внутри него такая бездна всяких технических изобретений. Мы сейчас пытаемся понять одну из самых простых технических идей, что можно делать с булевыми функциями. Итак, есть электрический конструктор. У него на вход подается три сигнала. А, Б, С. На всякий случай, кто знает, скольки разрядный у вас компьютер? 64. 64, конечно, ребята. Ну, еще несколько лет назад встречались с двухразрядами. Сейчас уже большинство, ну, абсолютное большинство 64. Вы сейчас можете пробовать. Понимаете? То есть компьютер в качестве, то есть стандартного такого вот входа использует 64. Я пытаюсь, чтобы не 64, да, а три штуки. Называется, в трех слостах заблудились. Оказывается, что даже три, это уже трудная работа. Это уже серьезная работа. Есть над чем подумать. Итак, повторяю условие. Вам дали эти три провода. Понятно, да? Нет. Там провод А, ну, там, каким образом показывается на нем там, единица или ноль. Провод Б тоже, да? Единицу мы воспринимаем как да, ноль мы воспринимаем как нет. Да? Замечаем, и РЦ, то же самое, да, и нет. У вас эти провода есть. И, разумеется, их можно использовать. То есть вы можете там разветвить этот провод насколько хотите, и где нужно, А, В и С, вы, разумеется, можете использовать. Вообще, любой уже полученный результат, разумеется, можно использовать дальше. И теперь вы должны использовать в вашей электрической схеме только два элемента отрицания. При этом разрешено использовать сколько хотите комьюнити и дизьем. вы должны суметь получить любую поливую функцию. Я уже объяснил, что любая функция на самом деле разлагается по отдельным простейшим элементам. Это, в принципе, называется дизюнктивная нормальная форма. То есть, если есть какая-то функция, которая в местных вершинах этого куба равна единице, то мы просто для каждой вершинки напишем функцию, которая равна единица в ней, а во всех остальных местах ноль, и между этими функциями напишем знак или. Поэтому проблема только в том, как разобраться с данной компетентной решением. Поскольку у меня функция симметричная, то достаточно на самом деле решить четыре задачи. Для 0, 0, 0, для 1, 0, 0, соответственно, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Вот эти четыре задачи. Более того, выяснилось, что две из них мы уже фактически решили, если решили про эти. То есть, осталось решить задачу про 1, 0, 0 и про 1, 1, 0. Да. А разумеется, это не 0, это не L? Смотрите, L1, это весь этот слой. Вот если функция равна единице в этих трех точках, а в остальных равна 0, то мы говорим, что это функция L1. А мне сейчас нужно выделить, то есть, чтобы функция была равна единице здесь, а во всех остальных местах ноль. Это очень простая идея. Если вы понимаете, что такое знак I, если вы понимаете, что такое знак I, то, безусловно, это можно сделать. Я напоминаю, A, B, C использовать можно. А это функция, которая равна единице в точках вот этих. Вот на этой грани куба A равна единице. Функция B равна единице. Там, где средняя координата единица. То есть, вот в этих четырех точках. Вот здесь функция B. Функция C равна единице. Там, где третья координата единица. Это вот эта верхняя куба. Это функция C равна единице. Может быть, вам так будет понятно. Что писать сюда в качестве ответа? Смотрите. То, что у меня есть одна карточка. Как это пишется в нашем тексте? Это пишется L1. А как пишется, я ее держу в первой руке? А. Это поняли? У меня есть одна карточка. Вот написано. Одна. И в первой руке карточка есть. Это A. Отлично. А что здесь написать? L2, N2, 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 N2. Почему B? А. А и B. Ну, половина задачи решена. Реально, половина задачи решена. То есть, я действительно совершенно спокойно теперь могу любую функцию выразить через L, A, B и там комминтики. Поскольку все равно еще могут быть люди, которые не поняли, давайте такое упражнение. Вот, понимая то, что здесь написано, кто из вас сумеет выразить отрицание A? Через A, B, C, L0, L1, L2, L3 выразить отрицание функции A. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы можете на кубе показать, где неверно A? Неверно A, это значит, что в первой позиции стоит 0. Давайте, говорите, если надо отмечать. Вот здесь у нас в первой позиции 0 или это что? Ну, давай. Значит, это надо, да? Вот эта вершина мне нужна. Еще мне какая вершина нужна? Эта нужна? Да. Нужна. Эта? Да. Эта нужна. Все, все. Ребята, а теперь действуем, как договариваемся. Вот у меня есть эти четыре вершины. На самом деле, мне совершенно не важно, 4, не 4. Мне важно, что есть некоторый набор вершин. Сами A, это логическая функция. А, я уже говорил, это логическая функция, которая равна единице, когда первая из координат равна единице. B, это функция, которая равна, ну как, не знаю, вот здесь не выписано. Функция A, это 0. Это первая координата. Функция B, она вот в этой точке равна единице. Вот здесь выписаны точки, все, 8 штук. А здесь выписаны эти сажины A, B, C. Понятно? Так, слушайте, что-то конъюнкция. Все знают или нет? Таблицу истинности для конъюнкции. 1 и 1, это... Электронный век, вы это не знаете. Сколько будет 1 и 1? Нет, не 2. 0. 1. 1. 1. По модулю 2, если. Нет, не по модулю. Здесь речь идет о конъюнкции, о символе I. Так, 1 и 0, это что? 1. 0. 0 и 1, это что? 0. 0. 0 и 0? 0. 0. Извините, мне в голову не приходилось, что такие вещи можно не знать. Просто правда. Так, 1 или 1, это что? 1. 1. 1. 1 или 0? 1. 0 или 1? 1. 0 или 0? 0. 0. Это правда, надо знать. Ну, просто, ну, да, что? А может отрицание A, это L0 и L1 и L2? Неверно. Дело в том, что отрицание A, функция, которая равна единице вот на этих случаях, а нулю на этих. А все, что можно сделать без L, это симметрические функции. То есть L, это функция, которая не меняется, когда меняешь координаты между самым 0 и 0, 1, 1. Какая функция равна единице на вот эту? 0. Как вы забыли? 0. L0. Отлично. Какая функция равна единице здесь? 1. L1 и L2. Нет. L1 и L2. Очень хитрое что-то. Мы только что решили эту задачу. Вы вспоминайте. А, L1 и L2. Неверно. C. L1 и C, конечно. L1 и C. Хорошо. А здесь что? L1 и B. L1 и B. Так, а здесь? Что здесь? Здесь L1 и B2, B1 и C. Господа, вот и все. Мы сумели выразить отрицание функции через L, E, B, A, B, C и E. И, разумеется, я ни в коем случае не утверждаю, что это самый лучший. На самом деле, конечно, он даже не является самым лучшим. Вот, например, почему. Даже вот так здесь посмотреть, видите? L1 и C или L1 и B. Я это мог записать короче. L1 и B и C. Мог? Но это уже всевозможные улучшения. Этим можно, на самом деле, долго заниматься. И это важно. Потому что, конечно, когда настоящие схемы делают, то, разумеется, их максимально упрощают и так далее. Но это уже, что называется, следующий этап. Я сейчас принципиально доказываю, что можно выразить. Итак, отрицание не выразило. Согласны? Согласно. Поняли ли вы, что на самом деле я здесь совершенно не пользовался спецификой этого самого отрицания? А я просто выписывал координаты тех точек, в которых функция равняется единицам. Так? Соответственно, я на самом деле доказал, что любая функция, как выразить. Отлично. Теперь надо сделать... Нет, для b это то же самое, чтобы поменяли встать буквы. Это неинтересно. Теперь надо сделать все-таки главную часть этой задачи. А именно понять, как при помощи двух отрицаний, любого количества конъюнкций, любого количества отрицаний, и дальше двух abc, можно выразить эти наши четыре функции. L0, L1, L2, L3. Господа, на самом деле, некоторые из этих функций вычисляются очень легко. Кто мне скажет, вот сходу, что такое L3? Как L3 выражается? L3, L3, L3. L3 это что? Все три должны быть единицы. Как это записать формулу? L1, L1. Нет, не то. Никакого L1. В какой точке L3 равно единице? Посмотрите, вот в этой точке. Вот в этой точке замечательно. А значит, как это записать? L3, L3. Все три координаты должны быть единицы. Как в математике пишут все? A, B и C. Абсолютно верно. Надо соединить мои переменные знаком конъюнкции. Знаком И. А, и, B и C. Отлично. Один кусочек работы сделает. А вот дальше наступает действительно тяжелая вопрос. Потому что непонятно, как обходиться двумя целями. И для того, чтобы вам стало ну, это хоть сколько-нибудь понятнее, давайте сделаем так. Пожалуйста, сумейте написать при помощи конъюнкций и дисъюнкций функцию, которая равна послушайте, чему? L1, или L2, или L3. Я не прошу вас пока написать отдельно L1, L2, L3. А я прошу вас через A, B, C суметь написать вот эту штуку.